Надежда Максимова в каждый свой приезд в Хакасию проводит обязательный прием избирателей. За пять с половиной лет на нескольких десятках приемов побывали сотни жителей Хакасии. Причем за эти годы значительно изменилась тематика вопросов. Раньше много ходили, обращались с устройством ребят в детские садики. Вот этот вопрос у нас практически снят. С таким вопросом ко мне последний, во всяком случае, год никто уже не обращается. Валентина Мерцалова подняла проблему неурегулированности на федеральном уровне такой категории ветеранов, как дети войны. Вопрос о льготах для них спустили на региональный уровень, что не всегда справедливо. Ну я-то упор делала не на том, чтобы там доплата была, а чтобы не делили, главное. Потому что делить погибших, отцов, у нас так вообще по-смешному. Сестра на той стороне реки Енисей, я на этой. Она получает доплату к пенсии ежемесячную, я на Вабакане не получаю. Еще одну глобальную проблему поставил на приеме Анатолий Старовойтов. Он защищает интересы почти 600 бойцов республиканской противопожарной службы. Они с выходом из состава МЧС потеряли статус военнослужащих. Та льгота, которая была, когда они состояли в службе МЧС, была сохранена. Это идет о чем речь? Ну после того, как достигнув 50-летнего возраста и отработав 25 лет на этой службе, они должны идти на льготную, получить льготное пенсионное обеспечение. Этого их лишили. Вопрос, по мнению Анатолия Старовойтова, необходимо вынести на федеральный уровень, то есть подготовить законодательную инициативу. Депутат Госдумы с ним согласилась, но были на приеме и вопросы частные. Как всегда, это капитальный ремонт. Почему столько платим? Зачем столько платим? Ремонт дома через 40 лет, а я за него сегодня должна платить. Как всегда, вывоз мусора, почему взимается с квадратного метра, а не с человеком. Можно решать через федеральное законодательство, что-то можно решать на месте. И через региональные законы субъектовые. Какие-то можно, обращаемся все-таки в органы прокуратуры, чтобы они еще раз вернулись к рассмотрению того или иного дела. Кстати, на весенней сессии депутаты Государственной Думы рассмотрят закон, в котором будет изменена методика подсчеты платы за вывоз мусора. Виктор Лушников, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.